Одна из самых оживленных морских магистралей мира – Суэцкий канал. Он соединяет Европу со всем остальным миром с 1869 года. После его открытия мореплавателям не приходится огибать весь африканский континент. Чтобы пройти морем из Европы в Индию на современном морском судне, потребуется всего около 13 часов. Если двигаться через Суэцкий канал. Если плыть в Индию, огибая Африку, больше 10 дней. Весь 20-й век пропускная способность канала составляла более 200 торговых и пассажирских судов в день. Пока не наступил век 21-й. Теперь многие торговые и пассажирские компании предпочитают избегать этого самого короткого морского пути. Ведь на востоке Суэцкий канал переходит в Адонский залив, который стал постоянной базой морских разбойников 21-го века. 7 октября 2008 года Совет Безопасности ООН принял в резолюцию номер 1838. И теперь, согласно этой разрешительной конвенции, многие государства для борьбы с морскими пиратами могут держать в зоне Сомали свои военные корабли и даже военно-воздушные силы. Здесь курсируют военные корабли 27 государств. Но, как это ни удивительно, победить пиратов они никак не могут. Как такое возможно? Многие исследователи считают, пираты продолжают нападать на торговые суда, потому что с ними никто не борется. Мало того, им помогают организовывать бандитские группировки. Их постоянно снабжают оружием и современными кораблями. Если это действительно так, то возникает вопрос, зачем? Специалисты уверены, все это нужно только за тем, чтобы скрыть странную аномалию, которая вот уже почти 10 лет существует на дне Адонского залива. И десятки военных судов, которые курсируют у берегов Йемена и Сомали, на самом деле занимаются не борьбой с морскими пиратами, а изучением этой огромной подводной аномалии. Это бывший военный из отряда спецназа США Аарон Макколом. Еще два года назад он патрулировал Адонский залив. И пока Аарон служил в береговой охране, ему многое удалось узнать о тайнах залива. Он утверждает, на дне Адонского залива происходят странные вещи. Часто в нескольких морских милях от берега Йемена появляется огромная воронка с совершенно беспорядочно двигающимися в ней потоками воды. Сегодня я впервые рассказываю о том, что знаю. И эта информация доступна лишь немногим посвященным. Я не могу называть имена из соображений безопасности, но могу рассказать о совершенно странных событиях в Адонском заливе. Кроме того, там постоянно происходит множество случаев пиратства, об этом все знают. Но эти так называемые пираты, ну вы знаете, сомалийские пираты, это совершенно точно фальшивка. Под пиратским флагом там ведутся спецоперации. По словам Аарона, странная аномалия в водах залива появилась еще в 2003 году. Быть может, это просто совпадение. Но пираты в этих местах объявились в это же время. Получается, что некоторые заинтересованные люди действительно могли искусственно организовать пиратство. Ведь это очень действенный метод. Запугать торговые пассажирские компании, чтобы они выбирали для себя другие маршруты. Кому-то очень выгодно, чтобы через Адонский залив проходило как можно меньше судов. Выгодно, чтобы аномалию видело как можно меньше людей. Получается, что пиратство не больше, чем операция прикрытия. Есть доказательства. Это свидетельские показания и фотографии. Это принято называть аномалией, просто мощным магнитным полем, которое бушует в этом месте. Да, это действительно похоже на какое-то огромное джакузи. Но аномалия — это просто прикрытие. Свидетели знают, это портал. Именно он окружен кордонами безопасности на много миль вокруг. Но если это действительно так, то что же на самом деле творится в водах Адонского залива? Аарон МакКолам утверждает, эта странная джакузи иногда ведет себя как агурство. Вода в районе этой огромной воронки иногда делается совершенно спокойной, и никаких признаков активности заметить невозможно. Но время от времени она приходит в движение, словно просыпается, а иногда и вовсе бушует. Тогда эта часть залива выглядит как котел кипящей воды. Причем изменчивый климат этого района Индийского океана никак не влияет на Адонскую аномалию. Получается, что в Адонском заливе вдруг появилась новая аномалия. Причем настолько мощная, что она смогла образовать воронку диаметром около одной морской мили. Мало того, в ноябре 2008 года активность аномалии резко возросла. Магнетическая воронка стала расширяться. Но почему это произошло? Что за силы заставили ее расти? Как это могло произойти без какого-либо внешнего вмешательства? По свидетельствам очевидцев, происходящего в Адонском заливе, там прячут настоящие звездные врата. Это условное название своеобразного портала, который может связывать эту точку в пространстве и времени с другими точками Вселенной. Звездные врата совершенно точно есть. Это не фантазия. Неужели в Адонском заливе налажена связь с другими мирами? Но с какими? С инопланетами? Зачем эти контакты внеземным цивилизациям? И что от них получают земляне? Они вовсе не собираются прийти и спасти нас. Да, они, безусловно, могут сделать нечто, что поможет нам серьезно продвинуться вперед. Может быть и правда, инопланетяне решили открыть эти звездные врата для нашей пользы? Даже если и так, то лишь военные и элита могут пользоваться полезными знаниями. Ну а что, если некие существа просто захотят ворваться на Землю? Возможно, эти водные вихри в заливе всего лишь побочный эффект работы звездного портала. Исследователи уверены, на это прямо указывают признаки других, так и необъясненных до конца аномальных явлений, так называемых кругов на полях. Ведь изменение магнитного поля аномального аденского джакузи очень похоже на магнитные возмущения в кругах на полях. Возможно, при помощи этих водных кругов внеземные цивилизации передают на Землю зашифрованную информацию. В 2001 год записeten наonstρο machen субтитры, за %1,000, много supporfor observe, правда, во многих передачах Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если он зашифрован в том же коде, что и земное послание, то несет информацию о похожих на нас существах. Посмотрите. На нем изображен человек с большой головой. Модель ДНК здесь содержит три спирали. А к основным химическим элементам, встречающимся на Земле, прибавлен еще один – кремний. На той части рисунка, которая в земном послании несла схему нашей Солнечной системы, тоже есть схема небесных тел. Но совершенно другая. Неужели некие обитатели Вселенной прислали свой портрет? Причем всего спустя 27 лет после отправки кодированного сигнала с Земли. Возможно ли это? Если да, то какими средствами пользовались неизвестные нам космические абоненты? Они передают информацию совершенно другими путями. И, скорее всего, даже мгновенно. То есть не так, как и свет идет там, или ради волны идут от одной звезды до звезды, одной звездной системы до другой тысячелетия. Существует вот различные сейчас теории физики, развивают, что информацию можно передать и сразу на это. Эксперты уверены, этот рисунок не может быть простой случайностью. Слишком он похож на то послание, которое составили и отправили в 1974 году американские ученые. Именно после этого Чиболтонского послания для многих исследователей стало очевидно. Пиктограммы на пшеничных полях несут информацию от некоего внеземного разума. Человеческая цивилизация находится под постоянным надзором, под постоянным воспитанием. То круги бывают разных видов. Одни несут информацию обучающие, а другие предупреждающие. Все время идет информация из космоса. Мы ее просто должны правильно трактовать. В 2010 году произошло еще более удивительное событие. Многие склонны считать его настоящим прорывом в изучении загадочных пиктограмм. Теперь часто применяют в компьютерных технологиях. Тем, кто делает эти круги, известны все наши и ученые, и вся наша научная деятельность. То, что мы делаем, они даже общаются на нашем языке. То есть они общаются на том языке, применяя те же шифры, те же коды, которыми пользуется человечество. Продолжение следует... Тот круг, который возник на Йеменском побережье, он связан как раз с этим водоворотом. То есть было указание на то, что этот круг связан с теоремой Эйлера, который в свое время жил в России, 300 лет назад. И он рассчитывал точное движение астрономическое, планет. То есть здесь все связано с космосом. И то, что вот этот круг появился, он связан с космосом. Этот водоворот связан с космосом. Значит, они тоже по цепочке событий, по цепочке логической, тоже связаны между собой. На год раньше на территории Йемена тоже появился круг. Он был практически таким же, как и английский знак. Лишь сильно уступал по размеру. Исследователи всего-навсего совместили схему двух кругов и обнаружили их полное соответствие. Но самое невероятное, в 2010 году, именно в момент появления круга в Уилтшире, активность водоворота в Адонском заливе ослабла. То есть этот знак, по мнению исследователей, мог всего-навсего быть своеобразным указателем звездного портала. В пророчествах, допустим, у Нострадамуса, это сказано, что будет что-то наподобие кувырка, смещение оси, так называемое. Поэтому в Уилтшире круг был расположен, опять же, рядом с мельницей. Вот эти вот четыре лопасти больших. И сам круг напоминал тоже мельницу, если посмотреть на него. И когда смотришь смещение оси, как она происходит, она именно происходит вот по принципу мельницы. То есть она на какой-то градус смещается. Вот когда нас отослали в Адонский залив и там расположили эту фигуру... Удивительно другое. В 2010 году в Великобритании отмечали сильнейшие магнитные бури. Правда, связывали это с самой высокой активностью Солнца за предшествующие несколько лет. Возможно, это было просто совпадение. Или здесь есть прямая связь. И все эти круги действительно инопланетные послания. И, быть может, их уже расшифровали на Земле. Шел 1956 год. Сотрудники знаменитого Метрополитен-музея, который находится в Нью-Йорке на пересечении 5-й авеню и 82-й улицы, готовились к весьма ответственной экспозиции. На всеобщее обозрение предстояло выставить уникальные древние предметы. В течение нескольких десятилетий археологические экспедиции собирали их в Перу, Мексике, Венесуэле и на островах Карибского бассейна. Выставку назвали «Золото де Колумба в Америке». Наступил день открытия. Толпы людей буквально начали штурмовать музей в страстном желании увидеть уникальную экспозицию. А на следующее утро один из экспонатов внезапно исчез. Позже выяснилось, что с витрины его забрали люди, которые показали документы Министерства обороны США. Что же так заинтересовало военных? Древняя фигурка из чистого золота, но очень сильно напоминающая современный самолет. В каталоге выставки экспонат значился как «золотая птичка инков». Некоторые детали, а точнее дельтовидное крыло таинственной фигурки и вертикальная плоскость хвостового оперения никак не вязались ни с обликом птички, ни с возрастом артефакта, определенного специалистами в несколько тысяч лет. Предмет тут же был отправлен на исследование. Их поручили провести инженером авиаконцерна Локхит. Когда фигурку поместили в аэродинамическую трубу, оказалось, что «золотая птичка» имеет идеальную конфигурацию сверхзвукового самолета. Но откуда инки могли знать законы современной аэродинамики? И тогда ученые выдвинули гипотезу. Древние обитатели Перу, где был обнаружен артефакт, сотворили из золота то, что видели своими собственными глазами. И случилось это тогда, когда с небосклона исчезла таинственная планета Фейтон. В 800 километрах от побережья Тихого океана на территории современного Перу находится высокогорное плато Наска. Тысячи лет по этим засушливым местам проходили путешественники, племена аборигенов, испанские завоеватели и золотоискатели. И никто не знал, что с высоты птичьего полета открывается фантастическая картина, недоступная зрителям с земли. Для кого предназначалась эта таинственная галерея? И галерея ли это? Да. Вполне возможно, что рисунки и узоры на плато Наска – это некие навигационные знаки или географические маркеры. По мнению известного немецкого исследователя Эриха Деникина, странные фигуры, начертанные на Земле, говорят о том, что нашу планету когда-то посещали инопланетяне. Это событие и увидели местные аборигены несколько тысяч лет назад. И потом пытались запечатлеть в своем творчестве летательные аппараты и образы пришельцев. Здесь уместно вспомнить древнее предание инков, в котором говорится о некоем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. В предании есть такие строки. Кораблем командовала женщина по имени Арияна. Ей суждено было стать проматерью земной расы. Арияна родила 70 земных детей, а затем вернулась к звездам. Хорошо известный среди специалистов антропологический журнал МЭН не так давно опубликовал любопытную статью, где говорится, что анализ мышечных тканей, взятых у мумий, захороненных древними инками, показал, что ДНК у них сильно отличалась от ДНК современного местного населения. Действительно, у доисторических аборигенов была обнаружена группа крови редчайшей комбинации. В наше время такой состав крови известен лишь у двух-трех человек во всем мире. Не является ли это неким намеком на то, что древние инки могли совместно проживать с некими загадочными пришельцами и воспроизводить от этих пришельцев потомство? Еще одна сенсационная находка не дает покоя исследователям уже более полутора сотен лет. Она была сделана в 1849 году в Египте. На стенах храма в Абидосе археологи обнаружили загадочные иероглифы. Это даже не иероглифы, а чертежи каких-то странных механизмов. Во многих из них четко проглядываются очертания боевых летательных аппаратов и бронетехники. Споры вокруг этих загадочных рисунков идут до сих пор. Ведь не могли древние египтяне создавать технику, подобную которой художники эпохи фараонов изображали в храме. Равно как и древние инки не обладали технологиями создания сверхзвуковых летательных аппаратов. Отсюда можно сделать только один вопрос, что те, кто принесли эти технологии, что эти технологии пришли извне. Мы теоретически можем допустить, что следы этих технологий уходят к той самой планете Фаэтон. В первые мысли о возможном существовании Фаэтона возникло у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на некое пустое место между Марсом и Юпитером, то есть свободную орбиту. И в 1596 году предположил, что там может находиться какая-то еще неоткрытая планета. В 1766 году немецкий астроном Иоанн Тициус, искавший гармонию в расположении небесных тел, установил числовую закономерность в расстоянии планет от Солнца. Согласно этой закономерности, между орбитами Марса и Юпитера должен быть крупный планетарный объект, который не указан ни в одном из известных атласов звездного неба. Ученые начали искать. Впоследствии был открыт так называемый пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Соответственно, возникло предположение, что мы имеем дело в данном случае с остатками погибшей планеты, взорвавшейся, скажем так. Действительно, между орбитами планеты Марса и планеты Юпитер сосредоточено огромное количество небольших космических тел, которые вращаются вокруг Солнца. Известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Кольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение, что там в древности находилась целая планета. Но из-за удара ужасающей силы извне, или от удара изнутри, планета взорвалась. Однако после себя она оставила своеобразное наследие, чем и являются малые космические тела в виде астероидов. Однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой. Как-то не тянет на то, что если эти камни все вместе собрать, планета получится. То есть, если был там какой-то взрыв, который привел к гибели планеты, находившейся там, то этот взрыв должен был адским, который должен был затронуть все планеты без исключения. То есть погибла бы вся Солнечная система. Тогда выходит, что пояс астероидов – это не куски разорванной когда-то планеты Фаэтон. Конечно, гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением, ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами. Но что тогда делать с более древними свидетельствами? Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам. То есть задолго до официального открытия астрономами Средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера. Более тщательная расшифровка шумерских аэроблифов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом, при всем, Земля наша подверглась к какому-то, конечно, воздействию, но она уцелела. Она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы. Жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась. Но будет ли корректно утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски, и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой? Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие, все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах до исторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты. То есть наши с вами предки. Видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? ...всего в мифологии. А что такое мифология? Мифология – это сакральная память, защищенная некими вот такими религиозными законами, которые запрещают... Один из мифов Древней Греции гласит. Был у бога солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон. Родила его Климена, дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиус пришел в ужас. Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею. Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиус сдался. Фаэтон вскочил на колесницу. И кони помчали и выпустил от страха вузжи. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. О величайший из богов! Неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня то, что еще осталось! Зевс услышал мольбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог Солнца Гелиус закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал Землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на Землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей. Ну, дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь, разумеется, очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился, скорее всего, после падения на Землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что, по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам, находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя Фаэтон? Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами, по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно, война. Возможно, природная катастрофа. И тогда фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Ну, если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон, действительно разумные обитатели, обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты, да, некая их часть могла, в общем-то, эмигрировать, скажем так. Вот, и в частности, речь идет о том, что, почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю, да? Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора в убежище не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон, скорее всего, знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плато Наска в современном Перу – это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей-фаэтонян. Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска – это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимание, они стали жить по обычаям индейцев, уделив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апогрифические книги Еноха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. Это интерпретация как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там про это буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там ремесленное искусство, там искусство обработки металлов, ну массу всего, даже искусство утравления плода в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами, и, собственно, от них и пошли вот эти вот расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена Вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели, как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей-фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас, из-за того, что условия жизни на фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках фаэтона, а ныне планетах Карликах, Церере и Палладе, до сих пор присутствует кислород и, главное, его производная – вода. Это значит, что фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. Например, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны, или того и другого одновременно. Межэтнический и межконфессиональный распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью и океанами черную радиоактивную тучу. А ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. Разумеется, версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красивая. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. То есть если была какая-то планета, похожая на Землю, и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в Устье Ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор. Изображение представляло из себя спиралисточек. Позже ученые установили, что находке около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетия был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точно узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? Изотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов в области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если таблички около 30 тысяч лет, значит, и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. Следовательно... Это событие произошло в 1995 году на знаменитой Кольской сверхглубокой скважине. Ее начали бурить в мае 1970-го для изучения внутреннего строения планеты. Тогда о том, что творится на большой глубине, ученый мир имел весьма смутное представление. Постепенно проникая в недра Земли, исследователи делали совершенно потрясающее открытие. На глубине трех километров была обнаружена порода по своему составу, идентичная лунному грунту. Когда бур дошел до отметки 9,5 километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболуэт инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. И вот в апреле 1995-го, когда керн буровой установки достиг глубины 12 километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. Из глубины донесся человеческий голос, причем не один. Это были крики из тонны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума Земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и так же неожиданно исчезающие, непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные и пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011-го, в конце 2012-го и в начале 2013-го его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность – он вызывает беспричинную панику у людей. Он – это так называемый стон или гул земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? Самая масштабная серия таких шумов прокатилась в камень. по планете с 8 по 11 января 2012 года. Эти четыре дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь это слышать и видеть, потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах, когда она шумит очень слабо, нужны специальные приборы, чтобы услышать или записать этот звук. Средства массовой информации уверяли, до сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «Таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон Земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно. И называется он звуковой аномалией. И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде, вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что, может, что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной. И буквально даже не знаешь, что делать в этот момент. Особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается, и не заканчивается. То есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно. Думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба шафар от пронзительных аккордов, который пал когда-то Ерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием «Рагнарёк» объявит золотой рог Гьялархорну. Стон планеты, безусловно, напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в ее недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в лоно Земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, темный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению ученых, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул – наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идет такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. То есть она находилась в каком-то напряженном состоянии. И малейшее ее движение происходит как бы трение между ними, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяженности, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение. То есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули ученые из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьезные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоемких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединенных Штатов составляет 60 Гц, а она соответствует частоте естественных литосферных токов. Причина в том, что 60 Гц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных энергосферных токов, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город – Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты, суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток – если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Канандоли есть повесть под названием «Когда Земля вскрикнула». Герой истории, профессор Челленджер, решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов, Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом, с Солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими психологами. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плиты. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции «Октаж». За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, едет под нарастающим. Шумит сильнее, 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 потом трах, произошло землетрясение. На самом деле в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность, практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное. Причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясения невозможны в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе, и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 Гц – это нижний предел телоиского уха. Но некоторые слышат и 20 Гц, и 10 Гц. Говорят, бах, слушал, вообще там черт что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, подавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других – даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления – ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных полюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит – север и юг. И вдруг, вот по непонятным причинам, северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса – это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ – это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки – есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. Вот, вы знаете, что такое стетоскоп? Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие там и так далее. Так же и Земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звуку планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли – это скрытый код, разгадка которого – жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. Стояла осень 1977 года. Ленинград почти опустел от сезонных туристов, но указ в агентствах по продаже железнодорожных и авиабилетов, как и летом, выстраивались длинные очереди. В одном из таких пунктов на канале Грибоедова к окошечку наклонился очередной покупатель и попросил один билет на Архангельский поезд до города Нерной. Тассирша ответила, что такой станции нет. Покупатель начал возражать, мол, как это нет? У него сын там служит, ракеты в космос запускает. Затем потенциальный пассажир достал из кармана конверт и потряс он перед окошком. Обратный адрес – Архангельская область, город Мерный. Кассирша настаивала, что такого просто не может быть. А стоящие в очереди люди начали в недоумении пожимать плечами. Через несколько минут в пункт продажи билетов вошли двое мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Они взяли от пристававшего к кассиру человека под руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль «Волга». После чего машина буквально сорвалась с места и скрылась за поворотом. Неожиданная развязка спора у кассы взбудоражила очередь, где еще долго судачили о некоем таинственном северном городе, откуда запускают в космос ракеты. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но, несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноп огня, исходящий от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона Русского Севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место, оно, в общем, такое, в некотором смысле, сакральное, потому что находится рядом с территорией или на территории, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний, вот, так сказать, материк. Это территория нашей далекой-далекой прародины, очень далекой. Здесь очень много необычных, с одной стороны, геологических структур, а с другой стороны, останков, ну, каких-то, как мы называем, языческих памятников. Курганы, которые, как оказывается, пирамиды, спирали, как оказывается, для исполнения различных мистических обрядов с целью какой-то, так сказать, да, подземные коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое, совсем яркое и громкое, смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты искусственного происхождения. Только какого? Земного или инопланетного? А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании «Аэрофлот», когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом. Некоторое время летела параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые-физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомек. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия, и до Москвы более 2,5 тысяч километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи, очень похожие на какие-то эксперименты, и, по всей видимости, связанные с чем-то космическим, стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, позже, чем 50-е годы. Но просто вот количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально, конкретно заниматься. Возглавить определенную группу аналитическую, которая, значит, вот сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и вот анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности – те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы Холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун – находка для шпиона». Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим инструкциям не посвящены в дела космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпионов. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги. Но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. Однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже как не велись. То есть все изделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большого, несколько тысяч штук уже были отстреляны к тому времени. И в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрс состоялся, и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета-шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года, вышло совершенно секретное постановление Совета Министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Ямца, недалеко от железнодорожной станции Плесевск. Значит, чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего, от топлива до людей, подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто вот выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Ямца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, там, допустим, экспериментальные какие-то, головные части, там, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже они собьют с курса, или если дальность, так сказать, меньше, это, в общем, такие труднопроходимые места, где особо свидетелей-то и нет. Он так специально был построен. Хотя, с точки зрения, между прочим, энергетики, вот если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода, там, на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр «Ангара». Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название – «Тайга». Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие, образно говоря, неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит ли это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект «Ангара». Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за кары Господня, а наиболее продвинутые – за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались, и которые, в общем-то, видимо, скорее всего, упали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить втайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждений не имеет. Кстати, о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты страны «Правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники, в основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались, гайки и становилось секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все 100%. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. То есть возникали вот такие вот частные какие-то домашние кружки объединения некоторых вот людей помешанных, например, на радиоигре, на радиосвязях каких-то, вообще на радиоприемниках. То есть то, что у нас прошло по линии Досаафа, Савиахима где-то в начале 30-х, в конце 30-х и в 40-х, и дальше уже в 50-х годах, почему-то вот, можно сказать, что от нас, потому что мы были инициаторами этого по времени, перенеслось в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять, откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы, отраженные от космического аппарата, и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное. Просто дежурное включение. И вдруг он начинает слышать сигнал. Опытного радиолюбителя провести было невозможно. Сигнал издавал спутник, которого раньше на орбите не было. Когда Перри стал вычислять траекторию полета, то пришел в недоумение. Космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане. 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты. Далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска. Таким образом, эта информация попала совершенно случайно, минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции, попала, например, в журнал Flight International, который, естественно, распространялся по всему свету. И ошарашенные американцы увидели там статью о том, что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза. Получается, что секрет таинственного объекта Ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть. И если бы не случай с радиолюбителем из Англии, то тайна советского северного космодрома еще долго была бы за семью печатями. В нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того, как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт. Да и сейчас, когда все события, связанные с космосом, достаточно подробно освещаются средствами массовой информации, наш северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле. Шел 1937 год. Сложное время для советского государства. Впоследствии его назовут годом Большого террора. Политбюро партии большевиков приняло решение усилить органы диктатуры пролетариата для борьбы с так называемыми врагами народа. Врагами считались те, кто не поддержал в 17-м году революцию, кто не принимал идею коллективизации и противился атеизму. Репрессии охватили всю страну, но больше всего досталось сибирским и дальневосточным областям России. И именно туда, летом того самого 1937 года, отправился в научную экспедицию аспирант Ленинградской государственной академии материальной культуры Алексей Окладников. Отправился на свой страх и риск, поскольку немало ученых в тот период попали под жернова органов НКВД. Да и цель исследования не была идеологически выдержанной. Окладниковы интересовали традиции и наследия шаманов Дальнего Востока. По прошествии нескольких месяцев экспедиции, ученый вышел к небольшому на Найскому селу Сикачи-Алян на правом берегу Амура и обнаружил там огромные валуны с рисунками. С этими удивительными объектами путешественники встречались и раньше, но внимательно рассмотреть и изучить их удалось именно Окладникову. Он сделал вывод, что это останки древнейшей цивилизации, совершенно немыслимой для этого края. ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕТРОГЛИФ Таинственный и загадочный Петроглиф. Что это такое? Справочники и энциклопедии дают этому слову следующее определение. Петроглиф – высеченное на камне изображение животных и людей. Такие изображения широко распространены в искусстве древних людей и встречаются практически на всех континентах. В России, помимо Дальнего Востока, петроглифы найдены в Беломоре, Хакасии, Иркутской, Томской областях и на Урале. Алексей Окладников, обнаруживший в 1937 году загадочные наскальные рисунки в далеком Нанайском селе, сам был родом из-под Иркутска. Он рос в семье сельского учителя, из детских лет был любознательным. Увлекался археологией и часто отправлялся на берега Байкала в поисках артефактов, которые помогли бы ему пролить свет на истинную историю зарождения цивилизации сибирского края. Еще будучи школьником, Окладников сомневался в официальной исторической версии, согласно которой развитие Сибири и Дальнего Востока началось только с похода казачьего атамана Ермака. Легендарный воевода привел сюда свое войско в 16 веке, чтобы покорить бескрайние земли от Урала до Тихого океана. В сражении с сибирским ханством Ермак погиб. Но преданные ему казаки дело своего атамана не оставили, и уже в 17 веке ими был завоеван Дальний Восток. Именно с этого времени, как уверяют школьные учебники и многие научные труды, в Сибирь пришла цивилизация. Вместе с так называемыми белыми людьми из-за Урала, то есть с Запада. А до этого, в течение многих тысячелетий, здесь жили дикие монголоидные племена, бесписьменности и государства. Но некоторые исследователи категорически не хотят соглашаться с официальной версией. Они считают, что люди белой расы пришли в этот регион задолго до 17 века. И в качестве веских доказательств предъявляют сенсационные артефакты. Это останки древних славянских кораблей, не так давно обнаруженных на дне залива Петра Великого под Владивостоком. Есть и другие находки, утварь и приспособления, связанные со славянской земледельческой культурой. Эти предметы были обнаружены во время раскопок древних городищ Приморья. Причем, что интересно, подобного рода устройства до сих пор встречаются в деревнях Псковской и Новгородской областей. То есть, за несколько тысяч километров от Приморского края. В селе Сергеевка, партизанского района, был обнаружен удивительный артефакт – камень с древними письменами. Чудо-камешек хранится в частном музее одного из жителей Сергеевки, собравшего у себя дома целую коллекцию древних диковин. Он также считает, что руны на камне выбили именно люди белой расы. Для меня это удивительная находка. Я не думаю, что есть еще в мире похожее. Это древнейшая славянская камнепись. Это славянское, безусловно, славянское письмо. Палеомагнитный анализ и рентгеноскопия находок показали ошеломляющий результат. Артефактом не менее трех тысяч лет. Но самым главным доказательством того, что цивилизация на Дальнем Востоке зародилась намного раньше, чем сюда пришли казаки, считаются знаменитые наскальные рисунки сикачи Алян под Хабаровском, обнаруженные советским археологом, впоследствии академиком Алексеем Окладниковым. Те рисунки, которые мы сейчас увидели, несут в себе элементы культуры, солнечной культуры. А это очень характерно для европеоидов. Русские на Дальнем Востоке это не пришвый народ, что это не колониальная территория. Наш народ имеет глубокие аналитические корни в этом регионе. Когда в далеком 1937 году археолог Алексей Окладников обнаружил Петроглифы на Амуре, ответы на свои вопросы он начал искать, пытая расспросами местных шаманов. Со свойственной всем языческим пастырем колдовской мудростью, шаманы поведали ему свою версию появления изображений на валунах у нанайского поселка Сикачи-Алян. По сути, они пересказали древнюю легенду. Но легенду довольно необычную. Это было давным-давно. В начале света жили три колдуна. И были у них три птицы-нырялщика. Однажды послали колдуны этих птиц-нырялщиков на дно реки достать для земли камни и песка. Птицы нырнули. Семь дней находились они под водой. Вышли, смотрят. Земля ковром цветет. В реке Амур рыба косяками ходит. Колдуны тем временем создали человека по имени Кадо и женщину Джулчу. Потом деву по имени Мамилджи. Народ размножался и населял всю землю по Амуру. Однажды Кадо сказал. Есть три солнца на небе. Жить слишком горячо. Вода кипит, горой стала. Гора кипит, речкой стала. Леса горят. Камни, как воск, стали мягкими. Я хочу застрелить два солнца. И он пошел к восходу. Вырыл яму, спрятался в ней. Увидел, как взошло первое солнце и застрелил его. Выстрелил во второе солнце, но мимо. Но в третье не промахнулся. Одно среднее осталось. И на землю вернулась прохлада. А пока камни остывали, дева Мамилджи нарисовала на них птиц и зверей. То есть все, что видела вокруг себя. Потом камни стали твердыми. И рисунки на них остались. Нанайцы верят в легенды и считают, что эти наскальные рисунки созданы их предками. Представителями тунгуса-маньчжурских племен, населявших когда-то Дальний Восток. Здесь они задабривали духов, чтобы им дали побольше дичи. И также, я думаю, просили прощения у тех животных, которых они убьют на охоте. Некоторые рода, например, Актанак, Онинак, они себя отошисляли, например, с образом какого-то животного. И ему подносились, может быть, дары, кушания. Многие исследователи в попытке трактовать смысл, заложенный в наскальных рисунках Дальнего Востока, считают, что древние охотники и рыболовы изображали то, что видели и о чем думали. Животных, птиц, змей, шаманские маски, маски охотников за головами, лодки, переполненные душами умерших людей, мифических драконов, отрезанные головы. И эта трактовка вполне укладывается в принятую академической наукой модель, где рисунки рассматриваются как произведения искусства древних тунгусо-маньчжурских племен, предков современных нанайцев. Однако в Петроглифах не обнаружено ни одного рисунка рыбы, что до сих пор озадачивает исследователей, ведь она была, образно говоря, хлебом оседлых племен Амура. Промыслового зверя лося они изображали часто, а вот рыбу почему-то игнорировали. Понятно, что если бы создателями Петроглифов были северные монголоиды, то красная рыба была бы главным персонажем рисунка. А в высокой религии европеоидов ей просто не было места. Значит, не предки современных дальневосточных нанайцев создавали эти Петроглифы? Но тогда кто? Вполне логично предположить, что в рисунках зашифрованы символы неязыческой религии. Их создателями являлись люди другой расы, которые поклонялись не духам, а богам. Однако в далеком 1937 году молодому археологу Алексею Окладникову выдвинуть такую гипотезу было чрезвычайно опасно. Поэтому до сих пор официальная наука считает, что амурские Петроглифы – это изобразительное искусство древних тунгусо-манчжурских племен. Но то, что об этих древних артефактах вообще заговорили в научных кругах, в сложное для страны довоенное время, можно считать подвигом советского археолога. Собственно, Окладников и заложил такие основы Петроглифоведения в России. Он привлек внимание к этому кругу памятников и сделал их не только научным достоянием, но и общекультурным достоянием, потому что его книги пользуются успехом до сих пор. Интересно, что почти никто из последователей академика Окладникова долгое время не желал видеть в Петроглифах высокую религию, которая была распространена в неолите на европейском континенте. Однако, если попытаться посмотреть на изображение под другим углом, может открыться совершенно иная картина. Это главный рисунок Сикачаляна. Он является как бы визитной карточкой Сикачалянского комплекса Петроглифов. Уникальность этого рисунка в том, что внутреннее поле лося заполнено различными орнаментами. Такого лося больше нет нигде в мире. Лось – одно из главных животных в культуре древних людей, населявших когда-то территорию России. Его изображения встречаются на многих памятниках наскального искусства. В том числе на Русском Севере, на берегах Онежского озера, на Урале и практически на всей территории Сибири и Приморья. Алексей Окладников, когда описывал Петроглиф с изображением лося, интерпретировал содержание, как видение древним художником зверя изнутри. Или насквозь, как рентгеновский снимок. Круги и спирали внутри лося – это его внутренние органы – сердце, почки, ребра. По существу, вот в такой интерпретации лось представляет из себя тушу, разделанную тушу. Сейчас исследователи пытаются пересмотреть эту трактовку. Слишком она буквальная. По одной из версий, изображение лося в рентгеновском стиле, так, будто его тело просвечено специальным аппаратом, связано с шаманскими обрядами. Люди в древности наделяли кости и скелет особенной силой, как наиболее долговечную часть смертного тела. Поэтому подобные изображения символизировали идею вечного возвращения к жизни. Кстати, так же считают и шаманы, когда их удается разговорить на тему амурских наскальных изображений. Что такое шаман? Этот человек был и целителем, знахарем. Этот человек, который определял погоду, предсказывал. Этот человек, который, в общем-то, очевидно, был первым, кто породил танцы, песни. Новое поколение исследователей знаменитые наскальные рисунки трактует по-своему. Согласно их предположениям, в глубокой древности на берегах Амура существовала высоко развитая цивилизация. Еще задолго до того, как сюда пришли дикие племена тунгусов. И у представителей этой цивилизации была та же религия, что и у народов других частей света. Люди тогда повсеместно поклонялись двум главным божествам – великому богу Земли и великой богине Неба. И загадочные круги внутри лося – это не его внутренности, а символические изображения – глаз богини. Существует классический рисунок глаз богини Неба, который в мировой символике называется как рога барана. Таким образом мы видим, что эти завитки, эти валюты являются глазами богини. Кроме рисунков зверей и птиц, всекачей олян, археологами было обнаружено много личин. Личинами в древности называли маски. Они могут быть антропоморфными, то есть очень похожими на человеческие лица. А могут быть зооморфными. Это маски животных, в том числе и мифологических. Трактовок, что они означают, множество. По мнению некоторых исследователей, на части личин изображено главное мифическое существо в культуре народов Азии – сказочная змея-дракон. Здесь, на этом изображении, вы видите центральную фигуру дракон, видите его нос, усы появляются, глаза, то есть, в общем-то, соблюдаются правила изображения дракона. В центре дракон. Его можно представлять как столб, как ось мира. И этот столб, то есть центральная фигура в мифологии, порождает небо и землю. Представления о змее-драконе как о создателе всего сущего особенно развиты в Китае. Такое мировоззрение было близко и нанайцам. Изображениями дракона они украшали праздничную одежду, посуду и предметы быта многих племен, живших на берегах Амура. Поэтому, если нанайцы боготворили дракона, то вполне могли посвящать ему и изображения на камнях. Сами они считают, что личины – это символические изображения душих предков. Но вот удивительный факт. Среди личин встречаются маски, на которых явно прослеживается европейский тип лица. А это дает возможность предположить, что древние обитатели сибирской земли принадлежали отнюдь не к монголоидной расе. Другие личины маски также намекают на это. Двойная обводка силуэта и глаз, общая сердцевидная форма черепа, лучи из головы, которые могут трактоваться как сияния. Похожих на скальных изображений немало на европейском континенте. Это сияние обозначает божественность этого лика, этой личины. Видимо, это сияние трансформировалось в дальнейшем христианской религии, в ним. Кроме каменных ликов великой богини, которая была общим для древних народов божеством, в Сикаче-Аляне следователи обнаружили рисунок, который, как они считают, вполне может быть изображением древнеславянского бога Перона. Скульптура с идентичным ликом находится в Краеведческом музее Николаевска-на-Амуре. На скульптуре есть знак, который рунологи читают как руну Пе. А ей, древние славяне, обозначали Перона. Если сделать со скульптуры рисунок и сопоставить с этой личиной, то они будут похожи друг на друга, как родные братья. Поэтому, соответственно, что данная личина является изображением бога Перона. Если сопоставить все вышеперечисленные версии и факты, то вполне можно допустить, что Сикаче-Алян это святилище, где в символическом виде изображены не предки нанайцев и шамана, а высшие боги другой, возможно, индоевропейской культуры. И именно те, кто поклонялся этим богам, ей создали наскальные рисунки и зашифровали в них тайные знания о себе. Например, кто они были на самом деле, как и когда пришли на Дальний Восток. Некоторые исследователи считают, что комплекс петроглифов Сикаче-Алян это своеобразная обсерватория под открытым небом, где в виде рисунков зашифрованы данные о перемещениях небесного светила. А вести такие наблюдения могли только представители очень высоко развитой цивилизации. Вот те рисунки, которые только что мы увидели, они все связаны с солнечным культом. А это означает, что какие-то племена европеоидов европеоидов проникли на Амур. Если согласиться с тем, что белолицые люди появились на Дальнем Востоке еще до казаков-первопроходцев в 17-м и 18-м веках, то возникает еще один вопрос. Откуда они пришли? Несколько лет назад дайверы из Владивостока нашли на дне залива Петра Великого древний якорь. Находка произвела фурор. По оценке специалистов, якорь был сделан в 9-м веке до нашей эры. Но самое удивительное заключается в другом. Пересмотрев множество справочников, исследователи установили, такие якоря использовались на так называемых кочах, древнеславянских кораблях, бороздивших когда-то берега Белого моря. И это, безусловно, якорь именно коча. Такие якоря, конечно, кошки применялись и другими судами, но характер изготовления якоря – это только славянский. Кочь – чисто славянское судно, чисто славянское. Его другого никто делать не умеет. У него – это ледовый корпус. Корма выше, но снизу, чтобы можно было очень близко под корпусом увидеть ледовый спай. Если верить ученым, которые провели исследование остатков судна, его возраст более десяти веков. А теперь главный вопрос. Откуда взяться столь древним поморским судам на дне Тихого океана? Сейчас перед нами обломки шпангоутов, обшивки, келя. Вот это как раз разровный на две части кель судна, на центральную часть. Она потому сохранилась, что здесь много ила. А вот наборы поперечных шпангов. Вот они. Доста к обшивке почти не сохранилась. Они в виде тонких фрагментов, видимо, полностью разрушились. Искатели объясняют это только одним. Видимо, поморы еще в древности освоили северный морской путь. И добирались по нему на Дальний Восток